Возможно, кто-то из вас прямо сейчас думает о том, что пора обзавестись животным. Я точно знаю, что питомец в семье становится именно членом семьи, очень-очень важным для всех членов семьи. Поэтому сегодня у нас в гостях Анна Вайман. Руководитель Благодарительного фонда зоозащиты Анна рассказывает... Доброе утро! Доброе утро, да! Это что за чудо такое? Это у нас мини-пантера. Вот такого вот размера. Не знаю, видно... Я сейчас... У меня есть фотография. Его зовут... Гектор. Гектор. Сейчас, если возможно... Покажите, или вот так вот покажите, или сейчас... Посмотрите просто, какой размер. И фотография эта неспроста показана. Чтобы понимали масштабы. Масштабы, во-вторых, это для того, чтобы проиллюстрировать, что Гектор отдается в семью только там, где готовы поставить сетки антикошки. Да, потому что он огромный, он везде резет. Я сразу скажу, он у меня проночевал, сильно много хлопот доставил. Потому что Гектор везде, ему интересно. Он залазит на все полки, а с такими габаритами на полках можно все уронить. Во-вторых, он неравнодушен к цветам, а большинство комнатных растений для кошек ядовиты. Поэтому это нужно тоже учитывать. Его не смущало, что я его уже пять раз убирала от цветов. Он снова... Просто он флорист, попризная призвание. Глубоко в душе, да. И поэтому мы отдаем... Наверное, самым лучшим будет там, где это большие территории, свободные от каких-то вот таких мелочей, которые могут пострадать от этого огромного кота. Ну и вот мы уже отказали одной желающей, потому что человек не захотел поставить антикошки. Это не наш каприз. Это необходимость. Потому что Гека везде лезет. Ему нужно во всем участвовать. Сколько ему лет? Ему около полутора лет. А, ну так понятно, что он такой любознательный. Да. История его, ну такая грустная, значит, нам его принесли люди, которые, чьи соседи съехали и оставили, значит, вот это вот товарища в подъезде с приданым. Когда нам открыли коробку и вот это вот появилось, вот это вот масштаб вот этот, мы, конечно, обалдели. У нас таких котов больших, ну, мало бывает. Вот Гека очень большой. Значит, сначала он проявлял себя очень корректным парнем, воспитанным. Ну, он воспитанный, но потом он освоился. И дружелюбие его, значит, распространяется теперь на избранных только котиках. Некоторых он лупит. Ой, какой-то лапой получить. Да, и, ну, собак он не боится. У меня две собаки, он абсолютно нормально на них реагирует. Значит, по первости он, конечно, будет очень хорошо себя вести, а потом освоится и будет вот хулиганить во весь свой. Он не злой, не мстительный, ничего. Он просто вот такой дуралей огромный из-за своих масштабов, конечно, неуклюжий. Просто я люблю пошалить. Конечно. Да, ну, вот в нашем зоопространстве, где он живет в Кота-кафе, он, конечно, когда выходит на прогулку, сметает вот все. Поэтому Гека, это не такой степенный кот, который будет возлагать на подушках. Нет, это будет вот такой компаньон, любознательный, везде участвующий. Поэтому нужно подготовиться, либо хорошо подумать, подойдет ли именно для вашей квартиры, если она малогабаритная, точно не подойдет. Точно нет. Точно нет, потому что его много, просто много. Вот, а так Гека кастрирован, к платку приучен, вакцинирован, обследован, полностью готов к пристрою. Ну, вот, возможно, в обществе в нашем существует, Аня, до сих пор предупреждение, что брать беспородное животное опасно. Давай-ка вот развеем эти мифы. Ну, чем же оно может быть опасно? Может быть, не так престижно, как многим бы хотелось? Да, ну, вот они, мне кажется, настолько преданные. Ну, нет, все, вообще, вне зависимости от породы, животное, конечно, все зависит от того, как вы к нему относитесь и как воспитываете. Поэтому любое животное, если за ним, за его здоровьем следить, таких опасностей не будет. Он же к нам тоже попал непонятно от какого хозяина. Вот, поэтому, нет, опасностей вообще никаких, я не знаю, никаких мы не наблюдаем. У нас большая часть наших подопечных, это не породные животные, метисы. Ну, тем более, что у вас в фонде, это же все сразу стерилизация, кастрация, прививки. Да, это обязательные условия, и мы просим, чтобы будущие хозяева этого же придерживались, не забывали вовремя следить за всеми плановыми необходимыми процедурами. Листогонка, да, прививочки все, друзья. Ну, вот смотрите, уже подготовленное животное будет у вас дома, если вы возьмете из приюта. Но вот с наступлением холодов, особенно грустно видеть бездомных домашних животных, как можно им помочь? Ну, естественно... Освоился, что ли? Освоился. Ну, дружок. Ну, естественно, сейчас это и так для нас всегда тяжело, когда мы не можем всем помочь. А сейчас еще тяжелее, потому что очень много вот оставшихся брошенных после долгой теплой осени в садах животных. Мы вот недавно приняли двух котят, которых тоже бросили просто. Очень много животных, которые бывшие домашние и вот по каким-то причинам оказавшись на улице, таким животным очень сложно выжить. Поэтому, конечно, большая просьба, обращайте внимание. Если вы можете взять на время до пристроя, пожалуйста, это самое ценное для нас, потому что мест не хватает. И, естественно, мы со всем поможем, с кормами, если необходимо, подскажем все. Вот, ну, хотя бы подкормить, если вы видите, что животное действительно потерялось. Ну, я на самом деле, да, вот много уже сталкивался с тем, что пишут люди, неравнодушные люди пишут, что в садах, после садово-огородного сезона оставляют в садах, и, ну, нет возможности им взять их с собой. Так что, друзья, давайте, мы будем помогать. Не надо заводить, я просто прошусь, зачем вы это делаете в начале этого сезона, когда вы не сможете потом его забрать. Ну, и про помощь фонду, как обычно, хочу спросить, чем нужно помочь, потому что нас смотрят люди и действительно, я знаю, что и помогают вашему фонду. Еще раз, давайте Аня напомню. Да, ну, всегда, естественно, корма. Это самое необходимое, потому что 250 собак и 120 кошек ежедневно хотят кушать. Вот, естественно, это какая-то помощь личным участием. Автоволонтерство для нас очень, нам очень помогает. Если вы хорошо фотографируете, если вы готовы принимать участие в наших акциях, если вы хорошо пишете тексты, это тоже очень ценно для нас. Да и просто пиар-кураторы, это люди, которые могут помочь. Многим трудно приходить в приют, например, психологически. А многие пиар-кураторы из нашей команды, люди никогда не были в приюте, мы им просто предоставляем информацию, фотографию, готовый материал, список ресурсов, где разместить. И 10 минут в день, я думаю, что есть у каждого человека помочь раскидать информацию по сети для того, чтобы большее количество людей узнало, где можно взять себе друга. Так, друзья, еще раз просим вас обратить внимание на чудо Гектора, этого огромного добряка, который любит пошалить. С очень красивыми глазами. Да, да, и очень ласковым таким, да? Да, он так-то ласковый. Гековый, гековый. Ласковый и игривый. Все, и благодарим Анну Вайман за то, что делает такое хорошее благородное дело. Руководитель благотворительного фонда зоозащита Анна Вайман и Гектор были у нас сегодня в гостях. Спасибо вам. Спасибо.